Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш замечательный курс. Сегодня мы рассмотрим из недельного раздела «Мишпатим» последний параграф, который у нас остался нерассмотренным из прошлых циклов. И поскольку параграф коротенький, я надеюсь, останется у нас время. Мы можем либо продолжить разбор «Катамазон», либо, я думаю, может быть интереснее будет нам посмотреть «Магелат Эстер». Я могу вам показать, и вместе мы разберем второй параграф из «Магелат Эстер». Ну, достаточно интересный параграф. Так, вчера, в субботу, значит, кроме того, что мы читали главу «Мишпатим», это был еще шаббатный архим «Аходэш», мы объявили о том, что начинается месяц Адар, и, как всегда, последнюю субботу перед месяцем Адаром мы называем «Шаббат Шкалим». Это одна первая из четырех особых суббот, и мы прочитали отрывок про Шкалим. Итак, давайте я делаю демонстрацию экрана, вот, и показываю вам, так, так, да-да-да, я делаю демонстрацию, так, я сделал демонстрацию конкретно вот этого файла, да, я надеюсь, что видно, да, Алло, алло? Да? Ты на месте, да, что-то у меня мелькнуло, какая-то непонятка, непонятка. Демонстрация пропала, да, демонстрация пропала, что-то. Демонстрация пропала, вот это вовсе не бывало, сейчас мы, я попробую ее восстановить. Так, восстановить. Так, так, дополнительно демонстрация. Демонстрация экрана. Нет, не словарь и не СТР. А, почему-то у меня закрыто. Сейчас тогда подождите секунду, подождите. Вот так, вот так, вот так, так. И сам Мишпатим, где же он? Нет, сейчас придется делать заново демонстрации. Словарь СТР, песни. Почему-то я не вижу, я не вижу демонстрации Мишпатима. А, может быть, вот так. Так, вот так? Да, вроде пошла, да, пошла. Ага, прекрасно. Так. Параграф у нас имеет номер 24. И я начинаю с вашего позволения. И Моисею сказал, очевидно, всевышний. Поднимись к Богу, ты и Аарон, надав и Авигу, и 70 из старейшин Израиля, и поклонитесь издали. Так, я надеюсь, всем понятны слова этой фразы. И теперь передаю трубку, передаю микрофон Анне. Она читает поэт. Прошу вас. Так. И приблизится Маше один к Всевышнему. А они, вот эти все, кто его сопровождает, не приближаются, не подходят. И народ не восходит с вами вместе. Да, да, да. Тут ведь такая штука, что эта глава Мишпатима, она относится, оказывается, как Раш считает, ко времени до дарования Тора. То есть эти законы были даны еще до дарования Тора. Перечислено. А здесь речь идет именно о том моменте, когда нужно было уже, так сказать, процесс дарования Тора и подъема на голову. Кто пойдет, а кто останется. Так. Так, спасибо, Анна. Правильно, так. Гимел передаем Тимофею. Да. Давайте, Гимел. Слушаем. Переводим. Да. И пришел Моше и рассказал народу все слова Всевышнего и все законы. И громко провозгласил весь народ голосом единым. И сказали все слова, которые сказал Всевышний, сделаем. Да, совершенно верно. Именно так. Чуть позже мы увидим еще одну формулу, еще одну формулировку. Весьма известную. Так. Спасибо, Тимофей. Теперь дали очередь. Так, Людмила у нас нету сегодня. Почему я тут? Людмила здесь. Слава Богу. Уже появилась. Все в порядке. Да? Людмила, просим. Да. Да. Ва ихтов Моше эт колдив рэй Ашэм. Ва яшкэм бабокер. Ва ивэн мизбээх тахат ахар. Уштэм эсэрэ мацэва. Мацэва. Лишне, лишне мэс асар, шифтэй Исраэль. Шифтэй, шифтэй Исраэль. И написал Моше слова Всевышнего. И встал рано утром и построил жертвенник под горой. И двенадцать камней. Обелисков. Практически мацэва – это камень, поставленный вертикально. Как стела такая, да? И двенадцать колен Исраэля. По двенадцати колен. Двенадцати колен. Исраэля, совершенно верно. Поскольку слово мацэва в женском роде, то стоит шифтэй Исраэль как в женском роде. А шифтэй Исраэль в мужском роде, поэтому шнейм, асар, шифтэй Исраэль. Пасим, Людмила, все правильно. Так, гэй. Там у нас шуша. Так, значит, и послал. Так, наар – это юлыши. А, молодых каких-то отроков, типа, что ли? Ну, наизраэль. Ну, среди народа Израэльева. Так, и поднялись. Как Олот. Подняли Олот. Олот – это жертва всесожжения. Сожжение, которое полностью уходит. Так. И зарезали жертвы. И зарезали жертвы, так, шлами. Шлами, как мы перейдем. Мирные жертвы. Так вот они называются официально. Всесожжение, грехочисленное – это мирные. Жертвы Богу, так, парим. Это как пара? Ну, значит… Да-да-да, пар – это бык. Быков. То есть… Принести в мирную жизнь. Каких… Да-да-да. Каких они зарезали жертвы. Быков. Спасибо, Шуша. Да, все правильно. Так. Вав, кому передадим? Так. Юля. Юля, да. Спасибо. Всем здравствуйте. В яках Моше Хецы Гадам. В Есэм Баганот. В Хецы Гадам зарак Аль Амизбэх. И взял Моше половинку крови и положил в таз. Буквально таз. Таз и миски. И половину крови зараки перила как раз брызгал… Перевылил. Вылил. Да, потому что другое слово есть. Акропил, побрызгал, да, вылил на… Жертвенник. На жертвенник, да-да. Спасибо, Юля. Все правильно, все правильно. Вот это вот редкое слово Аганот. Я поставил его в файл словарь. Можно его посмотреть в нашей группе в Телеграм. Да, верно. Юля, спасибо. Теперь, наверное, я, да? Нет, Евгений у нас еще есть. А, Евгений, конечно. Прошу извинения. Так, ну, я просто не всех вижу одновременно в нашем списке. Да? Так, алло, алло. Да-да. Да, слушай. Ваяках сэфер. Абрит. Абрит. Ваяках сэфер. «Ва ямру, коль ашер гибер, ашер на асе венишма». Венишма, совершенно верно. И взял книгу слов от книга Завета и прочитал вслух во уши народу. И сказали они, все, что сказал нам Всевышний, сделаем и будем соблюдать. Буквально так, да. Можно сказать, сделаем и услышим. Совершенно верно. И Евгений, вот в этой фразе заключается очень важный намек, о котором много говорят наши мудрецы и наши комментаторы на асе венишма. Даже если какие-то вещи мы не понимаем разумом, мы исполняем их, поскольку это воля Всевышнего. Собственно, и сама глава называется, недельный раздел называется мишпатим, есть хуким и мишпатим. Хуким – это законы, которые невозможно понять рационально, а мишпатим – это законы вроде бы понятные. Тем не менее, в главу мишпатим входит и некоторое количество хуким тоже. То есть мы исполняем не потому, что нас научили, что это правильно, и потому, что мы с этим согласны, а потому, что это воля Всевышнего. Так оно и есть на асе венишма. Мы обязались исполнить закон еще до того, как мы поняли его смысл. Так, спасибо. Вот здесь, наверное, я вступаю снова. Хэт читаю. И взял Моше кровь и, ну, вот здесь невозможно сказать, вылил ее на народ, наверное, окропил народ, то есть побрызгал, и сказал, вот кровь Завета, который заключил Всевышний с вами, по всем словам этим, по всем этим словам. Да, вот так. Так, Тет, пожалуйста, Анна. Так. И взошли, взошел Моше, Арон, надав Иови, вот его сыновья, Арон, в смысле, и 70 старейшин Израиля. Да, взошли, поднялись. Спасибо, Анна. Простите, пожалуйста, просто вопросик. То есть, я так понимаю, 70 такое условное довольно число. 70. Есть объяснение, почему было 70, и как получилось эти 70. Вот, но где-то в другом месте тоже. 70 старейшин Израиля. То ли их было всего 70, то есть, это некий законодательный орган, который, впоследствии, будет санэдрином. То ли это известный Зигней Исраэль, мудрецы, старцы. И вот 70 из них были выбраны. Мы увидим это немножко позже. Да. Так. Ага, теперь, пожалуйста, где мы находимся? Юд, наверное, да? Юд. Тимаши, да? Юд. Ва ир-у, эт элогей Исраэль, ватахат раглав, к ма-сэ левнат сапир, у к эцэм шамаем латугар. И увидели Всевышнего Израиля, и под ногами его будто бы... К ма-сэ, как будто сделано, да, вот. Да. Левнат это... Из кирпича. Да, да, да. То есть, прямовольный параллельный кипец, да, из сапфира. Так, у к эцэм и внутренность его. По сути, наверное, к эцэм. Да. Шамай на хор. Чистые небеса, чистота небес. Да, да, да. И видом он как небеса по чистоте. Вот как-то так. Конечно, если ты понимаешь, они увидели Всевышнего, Всевышний не имеет образа, он нематериальный. Поэтому здесь речь идет о некоем ощущении, которое вот передано такими вот словами. Да. Ага, спасибо, спасибо, Тимофей. Да, теперь читаем Юду. А она не читает сегодня? Так, Анна у нас читала, да. Так я читала. А, да? Да, да, да. Да, сейчас Людмила читаю. Да, Людмила. В эль ацилейбны Исраэль лошалах ядо ва ехэзу эт лэлаким ва ехлу ва ешту. Ацилей, да, да. И я спасу. Нет, нет, здесь ацилейб имеется в виду, ну, словарь дает перевод аристократы, то есть уважаемые в народе. Ну, здесь речь идет о ком? Да, 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 о тех, кто перечислил здесь, да. Сынов Израиля не пошли. Не пошли, да, то есть, да, значит, не пошли. Познал его рукой. Они остались невредимы, он их не покарал. На них свою руку, то есть, не покарал. Да. Ехэзу. Хозэ – это видеть, предвидеть. И видели. И видели. Или, скажем, предвидели всевышнего, имеется в виду, конечно, не прямое. И могли, или ели. Да, 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 и ели, и пили, да. Почему, какой смысл у этой фразы? Дело в том, что человеку не дано видеть всевышнего, не дано его ощущать так, как ощущали, скажем, его мы на горе Синай. Потому что это лишает человека выбора. Принять волю всевышнего или не принять – это должно быть свободной волей человека. И поэтому есть возможность, и есть те, которые пользуются этой возможностью, сказать, я не верю в Бога и никаких законов соблюдать не буду. Но если человеку Бог является совершенно вот так очевидно и открыто, как то, что мы прочитали в тексте, да, человек не может сказать, я не верю в Бога. Значит, он уже лишен свободы выбора, значит, он уже не человек. По этой причине мы с вами видим, что когда Всевышний начал давать десяти словия, народ испугался и обратился к Моисею, говорит с Богом, говори с нами ты, потому что мы боимся, а то умрем. И очень странно это выглядит, как же Всевышний привел их к некоему апогею, он дает им закон для того, чтобы потом их умертвить. Конечно же, нет, но просто люди знали, они понимали, что видеть Бога человек не может. И вот здесь снова подчеркнуто, что видели, имеется в виду, ощущали непосредственно, как, например, человек видит то, что находится в его поле зрения, да, но, тем не менее, ели и били и остались живы, и не послал он, что называется, руки на них. А вот Раша считает, что это как раз ничего хорошего нет, что он просто отложил на какое-то время Всевышний их наказание, потому что они вели себя непочтительно, что ели и били, он считает, что как будто они вели себя так запросто, как будто они вот сидели на пикник, пришли покушать, то есть они не ели, это так сказано, что они вели себя так свободно. И что они смотрели, вот в предыдущем сказано, что они смотрели, то есть они как-то вот без должного уважения смотрели. И потом, как известно, двое сыновей Аарона все-таки погибли, вот именно, в том числе и за это тоже. Ну, конечно, да, но не все те, кто присутствовали здесь, да? А сказано, что семь старейшин, сказано, что они погибли во время бунта Короха, когда там морг начался. Да, то есть наказание они получили, но наказание было отсрочно. Да, просто отсрочно, Всевышний не хотел портить настроение людям в момент дарования Тора. Понятно. А что означает вот ели и пили? Ели и пили, то есть они именно там в этот момент ели и пили, или просто сохранение способностей есть? Вот кто-то считает, что прямо ели, а кто-то считает, что как бы вели себя, как бы ели. Ну, поскольку они остались живы, то, соответственно, они должны были иметь возможность дальше есть и пить. Но здесь подчеркивается, что да, в тот момент они вели себя непочтительно. Так, был еще один вопрос, который мы не услышали. Вот Шуша, Шуша сказал мне вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли такое слово хозе в значении типа провидец или аж пророк? Да, да, да. А в чем тогда разница между вот хозе, ну мы говорим, нави им, нави, пророк. А что такое хозе тогда? Это такое простенькое? Нави – это буквально посланец Всевышнего, это тот, кого Бог выбирает для того, чтобы донести слава Богу. Хозе – это самое лучшее, ага. Да, 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 хозе – это человек, который может, скажем, получить, ну я думаю, что это на уровне Руах-Хакодыш, скажем, ну один из хозейских водителей имел прозвищу Хозе. Все, хорошо. Пример, да. Спасибо. Это к месту. Так. Сейчас я читаю, кстати? Да. Кто читает? Да, да, так Шуша читает, как я понимаю. Прекрасно. Да, да, да. Эль Машэ, Галэ, Галай, Агара, Вэ, Хая, Нет. Ха-Е, Вэ, Ха-Е, Вэ, Ха-Е, Вэ, Ха-Е, Вэ, Вэ, Эт-На, Лэха, Эт, Лахот, Эвэн, Вэн, Атора, Вэ, Амитсва, Ашэр, Катавки, Лэ, Рутам. О, Рутам, совершенно верно, да. И сказал Всевышний Машэ, поднимись ко мне. Можно сказать на гору. На гору, да. И будь, и прибыть там. Так, вэтна, как это, и дастся, что ли? И дам я тебе. Я дам. И дам я тебе, так, Лахот. Две, скорее же. Камни. Да, каменны. Доски, так. И Тору, и Митсву, и заповедь, которую написал. Так, Лёра там. Чтобы, да, да, да. Чтобы научить вас. Лахорот, как Гораа, как Тора. Да, учение. Спасибо, Шоша. Да, всё правильно. И делается вывод, что всё было дано на горе Синай. И Тора, и заповеди, и Мишна, и Гемора, и всё то, что мы называем словом Тора в широком понимании. Ну, естественно, вы можете задать вопрос. А что же тогда делали мудрецы? А мудрецы открывали её нам. То есть, в том, что было получено евреями на горе Синай, да, заключалась абсолютно вся мудрость Всевышнего. Оставалось только её открыть сообразно времени, да, и реалиям момента. Условием, условием, в котором находились евреи, в котором находился весь мир. Ну, вот вкратце так. Да, спасибо, Шоша, всё правильно. Юд, Гимел, чей? Юля. В общем, поднялся Моше и его слуга Иешуа. И поднял Моше на гору. Поднялся, да, в случае, я, как Аллах, да? Поднялся на гору Всевышнего. Да, 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 да. Да, да, так, так, минуточку. Да, всё правильно. Юд, Юд, Гимел, прочитали, да, да, верно. Да, спасибо, Юля. Теперь Юд, Далет, чей? Евгений. Евгений, просим. Ваэль, Хаскиним, Амар, Шву, Лану, Базе. Ваэль, Ад, Ашер, Нашув, Алейхэм, Алейхэм, да. Ваэль, 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 Ахарон, Ваэль, Хур, Гам, Ома, Имахэм, Ни, Ваэль, Даваэль, Даваэль. Да, верно. Попробуем перевести. И старцам сказал, оставайтесь с нами. Да, вот на этом месте. До тех пор, пока вернемся к вам, и вот Арон и Хур с вами, если кто имеет дело, будет с ним. Да, можно обратиться к ним. Да, 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 он оставил их за старших. Да, верно, спасибо. Просите, там дословно, кто как бы господин делал, что такое? Хозяин какого-то дела, да. Имеется в виду не слов, а если есть какой-то вопрос. Мы читали в начале главы Итро о событиях, которые происходили уже позже, уже после получения Тора и после получения даже уже старых скрижалей, что народ стоял в очереди к Моисею, чтобы задать вопросы, которые у них накопились. Но пока Моисея не было, вот эту роль выполняли вот они. Ну, Моисей, однако, принес от Всевышнего полностью Тору, и те вопросы, которые оставались невыясненными, вот он решал. Да, так, теперь, наверное, я читаю, да? Да. И поднялся Моисей на гору и покрыло облако гору. Так, сейчас пускай ребята читают, вот Тимофей. Давайте. Давайте. Упокоилась слава Всевышнего. На горе Синай и покрыло их облако, покрывало их облако шесть дней и воззвал к Моше в день седьмой из облака меток. Да, да, так, спасибо. Спасибо, Тимофей. Умар-э, кого-то шэм, кээш, охэлит, беро шахар, лээйней бны Исраэль. Умар-э, и показался... Умар-э, да, образ, мар-э, здесь это как существительное, да? Ну-ка, вот уважение... Плавя... Да. Славе Всевышний, как огонь, пожирающий верхушку горы... На вершине горы, как огонь пожирающий, то есть пламя, сжигающее все, да? На вершине горы, перед глазами сынов Израиля. Да, что-то вот такое, да. Да, спасибо, так, ютхэтчей. Так, Шуша. Да, Шуша, все, все правильно, спасибо, спасибо. Мы знаем, что три восхождения, ну, по большинству мнений, было у Моше на гору как раз повторно дней. Первое, это было сразу после получения десяти речений, и когда спустился Моше, он увидел некое безобразие. Происходило это с 17-го Томуза. Вот, Моше разобрался с согрешившими, исправил, насколько возможно, положение, судил виновных, и поднялся на гору, чтобы просить Всевышнего, простить народ. И оставался снова там сорок дней, после чего он спустился, чтобы сообщить народу, что Бог в основном просил еврейский народ. И это было в Рош-Ходыш месяца Эл-Уль, того месяца, последнего месяца года, когда мы начинаем готовиться к Рош-Шана. И снова поднялся на следующий раз сорок дней и спустился в емкий пол, чтобы передать народу, что Всевышний просил их. Так, вот, теперь мы прочитали Парадов 24, и я думаю, давайте мы с вами почитаем Магилат Эстер. Там не очень много есть терминов непонятных, но что-то я все-таки выделил. Так, с вашего позволения, тогда я делаю новую демонстрацию Кана. Вот, перед нашими глазами, второй парадок, Магилат Эстер. Вам, подозрение. Ну, с вашего позволения, я и начну. И после дел этих, как успокоился гнев царя Ахашвироша, Воспомнил он в Ахшти, и то, что сделала она, и то, что было постановлено о ней. Вот то, что сказано. Сейчас я попрошу Анну, а потом, кто у нас после Шуши идет, прочитает, наверное, гимнел. Да? Анна, прошу вас, Бэтр. Так. Пускай поищу для царя девушек, юных девушек, хороших и как бы красивых видов. Вот так, товар мэрэ, приятных видов. Да, да, да. Красивых видов, совершенно верно. Предыстория такая, что царь Ахашвиров такой был весь из себя крутой и замечательный, у него было много всякого добра, он устроил пир, и у него во время пира он позвал жену, чтобы она появилась перед ним и его гостями. А она почему-то не захотела, почему-то, не знаю, может быть, есть какие-то комментарии. Он так рассердился, что случилось с женой, правда, непонятно, он ее куда-то услал и прогнал, ну, не знаю, что с ней случилось. Вот. Вот. И вот теперь речь о том, что надо бы, надо бы новую жену-то наискать, в общем. Конечно, да. Прыщение выскочено, вроде бы, на лице или где-то. Прыщение какое-то выскочено. Да, есть интересные метражи по этому поводу. Да, но теперь снова захотел он жениться, его посоветовали ему, да, поискать претенденток. И что же тогда имел? Да, Тимофей, что там, что дальше? Я считаю. Да. Хорошо. Ну, давайте, Тимофей, давайте все опять по очереди будем. Ну, давайте. Давайте. Гимель. Ваевкет Амелых, кидим, бехоль мединот, мальхуто, вейк бецу, эт коль наара бетула, туват мар'э, эль шушан, абирам. Да, это очень такое женское слово, но я постараюсь его разобрать, да? Прошу вас. Ваевкет Амелых, кидим, и назначил служащих в каждой стране владения его, ну, его империи, и собрались все девушки девственные наара бетула. Хорошие, красивые, в шушан, столицу, в дом женщин, эльят Эге, рядом. Эльят, в данном случае, в руку, то есть имеется в виду под присмотром, да. Эге – это имя, так звание человека. Эге – это имя, так звание. А срис – это и евнух, получается. Да, евнух, царский евнух, да. Царский евнух, который шомер охраняет, надзирает, наблюдает за женщинами, и на тон дает тамрукей. И были им даны, да, вот это вот замечательное слово тамрукей, я сначала воспринял его как одно из заимствований из персидского языка, но на самом деле тут вполне еврейский корень. Марак – это значит, в данном случае, протирать, тереть, то есть какие-то притирания, какие-то косметические средства. В современном еврейте вот это слово тамрукей, тамруким – это означает именно косметика. Да, так что милости просим. Спасибо, Тимофей. Далят, чей? Радмил. Радмил. Так. Алло, 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 не слышу вас. Не слышно? Немножко, не чётко. Девушка. Титам в ине амелых тимлох тахат вашти ва и там хадавар в ине амелых вашти кэн. Ваяс. Да. А ваяс, извиняюсь. Ваяс, ваяс кэн. Угу. Так. И девушка, которая... Да, от слова «кто?» в будущем времени. Которая будет хорошо... Да, в глазах царя будет, да, воцариться, так и в данном случае вместо. И было сделано так, да, а, и понравилось слово «это», да, в глазах царя. Царю сделано так. И сделал так, вояске. Да, спасибо, спасибо, Людмила. Так, гей, кто берет? Шуша, Шуша. Спасибо, Шуша, я маленькое замечание сюда вставлю. Вот это одна из четырех фраз, которые прочитывает весь народ. То есть, чтец останавливается, все читают эту фразу, а потом он ее повторяет. Потому что она считается как бы ключевой, одна из ключевых. И вот сейчас мы ее переведем. Иш-евудим. Как это значит? Ну, Иш как человек? Человек. Человек еврейский, буквально. Человек еврейский был в Шушане-Бера, в Шушане-Столице. И имя ему Мордехай, Бен-Яир, Бен-Шими, Бен-Киш. Так, а вы что говорите? Иш-Емени, мне просто интересно. Иш-Емени, я сейчас расскажу. Да, спасибо, Шуша. Значит, здесь дается несколько поколений. То есть, Мордехай был сыном Яира, который был сыном Шим-И, который был сыном Киша. Вот так вот идет генеалогия. А вот Иш-Емени мы переводим как «из колена Бен-Ямина». Не то, что он был правым политическим убеждением, а то, что он принадлежал колену Бен-Ямина. И вот эта фраза, в общем-то, выглядит внутренне противоречивой. Потому что слово «ягуди» сейчас используется для значения «еврея». Но в те времена существовали все 12 колен, и «ягуди» относилось к колену Иуды. Почему же Мордехай, который, как известно, был из колена Бен-Ямина, назван здесь «ягуди». И им есть несколько обоснований этому. В частности, то, что это происходит от слова «легодот» – благословение Всевышнего, или, что имеется в виду, «ягуди» – особенный. Или то, что он был за весь еврейский народ, который впоследствии будет называться «ягудим». Собственно, еще одна фраза, которая точно так же мы читаем все. Она вам известна по «авдале» – «ла-ягудим гайта урава симха бесосон лейкар». У евреев был свет и веселье, радость и торжество. Но тут тоже под «яудим» имеется в виду не только евреи, колено иуды, но и весь еврейский народ. То есть, можно сказать, «бна Исаэль» или «яков». Да, но вот так принято, что в «могиле» словом «яудим» обозначаются все евреи. Спасибо, Шуша. Так, как раз Шуше досталась фраза про Шушан, что символично. Теперь, Вав, кому мы поручим? Юля, Юля. Так, ашер Хагла, мы в Иерусалим, им Хагла, ашер Хагла, ашер Хаглета, им Ехолия. Да, совершенно верно, вы справились. А теперь я готов помочь вам перевести. Про этого человека Мардыхая, который был изгнан из Иерусалима, с изгнанием, которое… Который изгнал буквально, а которое было изгнано… Вот этим вот царем… Вместе с Яхонеей, царем, царем Иудеем. Иудеем, который был изгнан… Нет, которое было изгнано, вот эта вот группа народа, который изгнал кто? Да, царь Бавилона, да, совершенно верно. Вот здесь, в общем-то, и ответ, почему Игуди. Потому что они были все жители Иудеи, это же Южное царство, в отличие от Северного Израильского, оно было Южно-Иудейское. Вот, наверное, потому что… Да, 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 это правда. Поэтому Мардыхая и Игуди, потому что иудеев тоже был там радость, потом веселье началось. Собственно, в царстве Иуда, в отличие от Исраэля, Исраэля составляли 10 колен Иуда составляло, два колена. Колено, собственно, Игуды и колено Беньямина. Все, что к югу от храма, от того места, где, ну, можно сказать, сейчас от Котеля, от Снеплача, все, что к югу, это колено Игуды, все, что к северу, это колено Беньямина. Вот я сижу в почти что самой северной точке Ярушалаима, к северу, естественно, на территории Беньямина. И дальше уже вот за окном, сейчас, конечно, темно, но днем видно вот поселение, которое называется поселение Беньямина. Да, спасибо. Я хочу обратить ваше внимание, что вот во фразе, которую Юлия прочитала и замечательно перевела, четыре раза используется корень Гала, Гиммел, Ламет, Эй. Да, чтобы, значит, комментаторы наши говорят, подчеркнуть, что в отличие от многих евреев, которые в Персии, в общем-то, неплохо обосновались, Мордыхай чувствовал себя именно изгнанником. Он понимал, что его родина не здесь, что он попал в изгнание, и народ должен быть возвращен на его родину. Да, вот в результате действий Новохадоносора, Новохаднецера, царя Вавилона, евреи попали на территорию Вавилонской империи, которая позже стала Персидской империей, так же, Персидско-Медийской. И дальнейшие события происходили под Персидской властью. Спасибо, Юлия, замечательно. Зай, очевидно, Евгений, да? Да. Да, Евгений. Ва ехи омен от Адаса, ки эстер, бат, додо, ки эйн, ля, ав, ва эм, эмо, ва а 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 Продолжение следует... Мордехай Леват. Да, Леват. Совершенно верно. И был воспитатель. У меня в данном случае воспитатель. Воспитатель у Адасы. Она же Эстер. Она же Эстер, дочь дяди его. Да, то есть она была двоюродной сестрой по тексту Мордехай. Многие считают ее племянницей. Но таки Бат-Додэ – это двоюродная сестра. Так как не было у нее ни отца, ни матери. И девица была красива. И хороша видом. И хороша видом. И после смерти отца и матери ее взял ее Мордехай в себе в дочери. Себе в дочери, да. Вот это последнее Ле – это значит себе. Ле – это ему. Ему. Да, верно. Спасибо, спасибо. Все правильно. Теперь очевидно я. И было. Это по услышанию буквально слова царя и закона его. Обратите внимание, что слово «дат» встречается именно здесь впервые в Танахе. И слово «дат», которое сейчас мы используем как религия, здесь в большей степени понимается как закон. Для евреев, в общем-то, нет большой разницы. Религия – это и есть закон, поскольку в еврейской религии главное – это правила поведения. В других случаях религия больше вера. Но, тем не менее, за неимением другого слова, если мы не говорим «эмуна», мы говорим слово «дат». Так вот, здесь речь идет о законе царя. И когда были собраны девицы, многочисленные, в столицу Шушан под руководство, под надсмотр Альят, я перевожу так небуквально, да, Гегая – это его имя, и была взята Эстер в дом царя под присмотр, под руку Гегая стража женщин. Здесь подчеркивается, что не сама она пришла, это было не ее желание, а была она взята, очевидно, была взята она сильно, потому что стражники собирали девушек приятных видом в Шушан вот к этому товарищу Эгаю. Так, теперь Тет читает, очевидно, Анна, да? Прошу. Да. Прошу. Ну, видимо, понравилось, ну, видимо, царю, и понравилась девушка, ну, нашла расположение в глазах его, но, видимо, царя. Нет, нет, здесь, скорее всего, вот этого Гегая. Да. Пока я ее не видел, да. А может, не видел. То есть она была… У меня в переводе, они просто пишут, понравился она царю, и снискала она его расположение, милость Хасаду, и принес, доставил ей вот эти вот всякие притирания, косметику, и явство, мана, мана, это блюдо явства, всякое явство дал ей, и семеро девушек для услужения, видимо, вот, значит, дал ей латетла, мебель из дома царского, из семеро прислужницы из дома царского, и вот это Ишан Эйга, ну, тут сказано, перевел ее и ее девушек в лучшее помещение женского дома, Байтанашим. То есть выделил ее уже тогда, кто? Айгай? А вот непонятно, кто, вот ничего-то непонятно. Я все-таки полагаю, что Айгай. Наверное, да, наверное, все-таки это распорядитель какой-то там, который распоряжался там у них. Да, 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 он, наверное, знал вкусы царя, понимал, что ему понравится. Да, да, верно. Я не очень понимаю, вот, почему это слово, ваибахел, потому что буквально оно означает напугал. Но по смыслу, конечно, тут подходит именно выдал, принес, да. А вот это выражение Наса Хесед, это как… То есть как Маса Хесед, Ба Эйнав, так, Инаса, Наса, это буквально поднял милосердие пред ним, вот как, пред ним, да. А, Вэ Тиса, и подняла она Хесед, милосердие пред лицом его, вот как-то так получается. Ну, смысл, что понравился она, в первую очередь, вот этому Эгайу. Так? Да, есть, спасибо, спасибо. Это была Анна, так? Юд? Юд. Да, чьи. Да. И сказала рода ее, и родина ее, потому что Мордехай велел, заповедовал ей не говорить. Не говорить, совершенно верно. Спасибо, Тимофей, да, именно так. Юд, Алиф, передаем. Людмиле. Людмиле. И каждый день Мордехай прохаживался перед двором дома женщины. Мордехай, чтобы узнать, как дела Устер, и что делается в нем, ей. Что делается в ней, да, что делается для нее. Да, спасибо, Людмила, да, именно так. Юд, Бет, мы, наверное, не успеваем прочесть всю главу, но давайте вот из того, что здесь есть, да. А мы уже примерно половину прошли, да, так, наверное, оно и есть. Так, кто теперь прочитает нам? Шуша. Шуша. Шуша, Юд, Бет. И давайте вот тогда до конца этого цикла дойдем. Шуша, Юд, Бет, Кида, Тор, Ганаара, Ванаара, Лаво, Эль, Амелаха, Хашвирош, Микец, Йот, Ла, Кида, Анашин, Мешаним, Асар. Неймаса, Ходеш, Ходеш, Ки, Кен, Емлиу, Ямей, Мерокейхен, Шуша, Дашим, Ходешим, Мешамен, Амор, А, нет. Шуша, Ходешим, Б, Басамим, У, Б, Тамру, Кейхен, А, Нашим. Так, опять про Косметику пошло, но детали я еще не узналась. Так, откуда мы начали? Так, вот отсюда. Так, в Эгиге. Как это, пришла очередь, что ли? И когда приходит, прошла очередь девушки и девушки, то есть каждый из девушек. Проходила очередь, так, пришла она к царю Ахашвирошу. Да, то есть когда приходила очередь каждой девушке. Она шла. Пришли, прийти, извините, прийти к царю Ахашвирошу. Микец. Это как с краю. По окончании, по окончании. Так, а йотла, не знаю. Бытия ей к дат Аншим по закону женщин, а именно в чем заключался этот закон, вот он. Шнеймасархобиш. Так, 12 месяцев. Месяцев, да. Месяцев, когда исполнялись дни. Протираний, притираний их. Так, 6 месяцев. Шемен, масло, мор, это мирра, это растение, про которое русская пословица говорит. Одним миром мазаный, имеется в виду не мир, а мирра. Это вот это самое? Это вот это самое мирра, да. Да, мор. 6 месяцев, да. А басамим это духи, да? Да, и 6 месяцев. Протирания женские, но для женщин. Да, да, вот так. Ну, я полагаю, что и современные женщины так примерно и поступают, да? А можно вопросик, то есть их год готовили перед тем, как... Да, да, да. Вот такой был закон, как мы прочитали. Так, теперь Юлия, да? Да, да. Я уже думаю, столько у людей времени было свободно. Ну, и с этим девушка уходила к царю. Приходила. Приходила. Приходила к царю. И все, что говорила... Скажет она, это женский род. Да, да. Ей на дэнла. Это спасибо. Давалась ей. Да, было дано ей. Да. Да. Взять с... Чтобы войти с нею. Войти с нею из дома женщин в дом царя. Совершенно верно. Спасибо, спасибо, Юлия. Все правильно. Так, теперь Евгений. И, наверное, здесь мы закончим по смыслу, да? Да? Пожалуй, так. Да. Баэрф, ки, 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 баа, у, ва, покер, ки, ки, шава, эль, бейт, анашим, шней, Эль, яд, ша, 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 шашдец. Шастен. Серись А, Мелих Шомер. И для большим того от Эль Хамелих и им Хафец. – Ба Амелих веникра башем. – Башем, совершенно верно. Из этой фразы мы узнаем о царских порядках буржуазной капиталистической Персии. – Вечером она входила и утром она возвращалась в дом женщин. – А, на Шим какой? Шини, во второй дом женщины. – А, второй Шини, во второй дом. – По надзор Шагаз, евнуха царского, хранителя. – Это наложницы. – Наложницы. – То есть она не становилась женой, но поступал в статус наложницы. – И дальше она уже не могла… – И дальше больше она не входила к царю. – И им, кроме как? – Кроме как, если бы царь пожелал… – Пожелал, да. – Пожелал царь и позвал ее. – И позвал бы ее по имени, да, совершенно верно. – А, Башем. – Да, вот такая грустная история. – Если бы он запомнил ее имя, да? – Наверное так, если она чем-то приглянулась. – Да, очевидно, чтобы иметь возможность и в дальнейшем ее вызвать, он запоминал ее имя, да? – Ну, скорее всего, там список был всех этих женщин, как у этого, у товарища Сухова, у него был список всех жен. – Со списками электронной почты и ником в Фейсбуке. – Ладно. – Просто было проще позвать. – Да, ну что же, дамы и господа, мы с вами разобрали параграф истории, и мы с вами прочитали половину, даже больше половины вот этого второй главы книги Эстер. Может быть, в следующий раз продолжим, да, как пошел текст Магилат Эстер? – Ну, немножко сложнее, но ничего. – Да, тут немножко другая, конечно. И грамматика, и словарный запас, но весьма-весьма интересно. Хорошо. Значит, с вашего позволения я заканчиваю сегодняшнее занятие. Не забыть остановить запись, и с Боффи помощью мы увидимся на этой неделе. Начинается, слава Богу, месяц Адар, и Миша у нас Адар, как мы знаем, Маргин Басимха. Так что желаю, чтобы был у нас повод, были у нас причины для радости, а не просто так. – Да, спасибо всем присутствующим, всего наилучшего. – Спасибо. – Для этого. – Счастливо, счастливо. – Да, но только масло, которое миром мажут, и мера – это не одно и то же, я посмотрела сейчас вовсе даже. – Да? – Да. – Это разные вещи. – Да, меру мазут, меру – это мазут. Чем мажут – это масло со всякими благовониями, которые используются в терапевных богослужениях. Вот, а мера – это смола неких растений, которые растут на Ближнем Востоке, вот так вот. – Ну, я так понимаю, что смолой-то ее не мазали, то есть вот этот вот мир, который… – А меру именно мажут во время некоторых христианских богослужений, в частности православных, мажут присутствующим на лбу, и там, по-моему, руки что-то. – Там, возможно, раствор вот этой самой смолы. – Нет, нет, ну кто же напасется от этой смолы, привозить ее из Ближнего Востока, искать ее там по всему Ближнему Востоку. Нет, это вполне церковные всякие такие вот есть заводики, которые это делают, вот оливковое масло смешивают, кто-то мне рассказывает. – Да, очевидно, да, да. – Смешивают, варят, это в монастырях делают, там, в церквях это все делают, то есть это, в принципе, вполне себе. – Хорошо, что советская власть покончила с этими безобразиями. – Ну как покончила, она еще до сих пор. – Ну, значит, не до конца покончила. Так, всего наилучшего, до новых встреч в эфире. – Ну все, спасибо, да, до свидания. Все.